Радио Кабардино-Балкария В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Песня «Зори Кавказа» Радиожурнал «Зори Кавказа». Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе. Вести «Северный Кавказ». Ставрополье. У микрофона Кирилл Лушников. Здравствуйте. Пять крупных прорывных проектов реализуют на Ставрополе до 2030 года. Они включены в модель экономического развития края. Разработать его поручил премьер-министр России Михаил Мишустин. Модель уже утверждена в федеральном правительстве. Проекты не только принесут краю более 700 миллиардов рублей инвестиций, но и позволят создать почти 38 тысяч новых рабочих мест. Так, в новом агропромышленном кластере предусмотрено строительство тепличных и животноводческих комплексов, новых производств мучных изделий и создание орошаемого участка в 2,5 тысячи гектаров. Развитию прорывных проектов поможет и туристко-рекреационный потенциал Кавминвод. В планах создать особую экономическую зону в городах-курортах, обновить и дополнить инфраструктуру. Еще три прорывных проекта для Ставрополя – это создание и развитие логистического хаба «Невиномыск», кластера по производству удобрений и азотных соединений и объектов зеленой энергетики, мощных ветроэлектростанций. Часть проектов уже реализована, другие только предстоит выполнить. Ставрополя представит их 3 и 4 мая на первой Кавказской инвестиционной выставке в центре Минводы Экспо. Первый шаг в науке и технике – конкурс для молодежи с большими возможностями. Стать востребованным специалистом в области кинопроизводства, телерадиовещания и телекоммуникации может каждый. Сейчас еще есть возможность пополнить ряды участников, подать заявку можно до 14 апреля. Первый шаг – это Всероссийский молодежный научно-технический конкурс разработок. Защитить свой проект и доказать, что он лучший, познакомиться с единомышленниками, поставить перед собой мощную цель. Конкурс проводится в пятый год. Финал в этом году примет Ставрополь, в нашем городе соберутся участники со всей страны. С 25 по 27 мая следить за тем, как борются за победу конкурсанты, зрители смогут на наших ресурсах. Смотрим.ру, Кавказа-24, Ставрополь.тв. Ежедневный телемарафон, где мы покажем, как проходит финал, защита проектов, игры разума, форум экспертов. Кроме того, зрители смогут узнать и увидеть историю ГТРК Ставрополья, какой была крупнейшая телерадиокомпания региона, и как сейчас выходят в эфир главные вести края. Обо всем расскажем и покажем в телемарафоне с 25 по 27 мая. На Ставрополье отметят 240-летие подписания Георгиевского трактата. Акта дружбы и добрососедства между Грузией и Россией, освященного Русской Православной Церковью. Вопросы проведения торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию этой важной даты, обсудили министр по национальной политике и делам казачества Ставропольского края Александр Писаренко и руководитель федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе. Ставропольский край всегда играл в отношениях России и Грузии важную роль. Так, например, уже 26 лет Кисловодска-Батуми, два знаменитых курорта являются городами-побратимыми. Основные праздничные мероприятия пройдут летом в Георгиевске, где был подписан в 1783 году Георгиевский трактат. А в Ставрополе, в Северокавказском федеральном университете, запланированы научные конференции, форумы и круглые столы. В Москве во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка живописца Академика Российской академии художеств, председателя правления Ставропольского краевого отделения Союза художников России Сергея Паршина. Соцветия. Художник представил около 20 работ, написанных в период с 2014 по 22 годы. Работы автора, вошедшие в экспозицию, объединены ощущением неспешности, обращенности внутрь себя и созерцательности. Они приглашают в пространство вне времени и привычного контекста. Цветы Сергея Паршина – это состояние, а не предмет изображения. Это особый мир над миром реальным, где из глубин, из подвижной структуры цветущих лугов и полей льется удивительная музыка. Это гармония, возможность начала новой жизни. Сергей Паршин живет и работает в Ставрополе. Его картины представлены в ведущих музеях и галереях мира, известных в частных коллекциях. Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске в этом году планируется заключить около 300 социальных контрактов. Об этом сообщил мэр республиканской столицы Алексей Баскаев. Цифры говорят о том, что в городе все чаще заключают социальный контракт на открытие или расширение своего дела. Из 29 соглашений, оформленных в этом году, 12 именно на осуществление предпринимательской деятельности. С начала года финансовую помощь для поиска работы жителям Черкеска представили по 11 соглашениям, преодоление трудной жизненной ситуации по 6. Золотую медаль завоевала спортсменка из Карачаевой Черкесии Маргарита Алиева на завершившемся в Казани первенстве России под Хэквондо среди юниоров до 21 года. 29 апреля в Москве на международных соревнованиях Russia Open в составе сборной команды России Маргарита Алиева поборется за путевку на чемпионат мира среди мужчин и женщин в Баку. В Нальчикской водолечебнице организовали бесплатные процедуры для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках еженедельной благотворительной акции оздоровительный центр посетили около 60 детей с ОВЗ. Напомним, благодаря поддержке правительства КБР и совместным усилиям регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и администрации водолечебницы, были достигнуты договоренности о проведении совместной еженедельной благотворительной акции с помощью детям, болеющим ДЦП. Также одна из частных медицинских лабораторий предоставила возможность для детей, посетивших водолечебницу, провести лабораторное обследование. На горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии представили инвестиционные проекты по строительству гостиниц, спорткомплекса и благоустройству территории. Планируется, что инвесторы смогут создать на них более 3000 мест размещения, спортивный комплекс, тюбинг-парк и променад вдоль реки Баксан. Представители 10 федеральных и региональных компаний приняли участие в рот-шоу мероприятий, осмотрели участки общей площадью почти 24 гектара. По словам гендиректора «Кавказ-РФ» Андрея Юмшанова, рот-шоу на Эльбрусе проводится во второй раз. По его словам, практика позволяет презентовать планы по развитию курорта непосредственно на местности. Он подчеркнул, что заинтересованные инвесторы объективнее представляют будущую карту курорта, понимают потенциал развития и оценивают возможности. В рамках мероприятия эксперты «Кавказ-РФ» рассказали гостям встречи о планах по развитию Эльбруса до 2025 года. В Нальчике состоялся седьмой Всероссийский инклюзивный фестиваль «Люди как люди», приуроченный ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. Фестиваль был организован для детей и их родителей. На мероприятии они получили консультации от специалистов по самым актуальным вопросам. Творческие работы детей были представлены в фойе Государственного концертного зала. Председатель парламента КБР Татьяна Егорова отметила, что этот день появился в календаре не так давно, но с каждым годом он набирает все большую значимость в обществе. Депутат Государственной думы РФ Виктория Родина вручила ряду педагогов благодарственные письма. Также за многолетний добросовестный труд в системе образования Республики Министерством просвещения и науки КБР были награждены более 20 педагогов и специалистов коррекционных организаций Кабардино-Балкарии. Санят Азрокова специально для межрегионального радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Северная Осетия В Моздокском механико-технологическом техникуме увековечили имена 13 выпускников, погибших в зоне СВО. Уголок памяти создали педагоги образовательного учреждения Кристина Кулаева и Кристина Харужи. Героям, погибшим в различных военных конфликтах, также посвятили тематический вечер, в котором приняли участие студенты техникума, члены боевого братства и Совета ветеранов. Патриотическое воспитание на примере биографии, которые вписаны в летопись образовательного учреждения. Так определили цель мероприятия и его организаторы. В память о погибших героях объявили минуту молчания. Родственникам вручили благодарственные письма за достойное воспитание сыновей. От имени родителей и организаторов мероприятия поблагодарила мать погибшего в зоне СВО Светлана Гаркавенко. Она пожелала, чтобы все, кто еще там, вернулись живыми погибшим ребятам светлой вечной памяти. В зоне проведения специальной военной операции развернут госпиталь для бойцов из Северной Осетии. Речь об этом шла на встрече Сергея Миняйла с представителем военно-медицинской организации Минобороны Александром Беазровым и руководителем Единого гуманитарного центра поддержки наших бойцов Сусланом Андиевым. В ближайшее время в командировку отправится рабочая группа, состоящая из сотрудников администрации главы правительства Северной Осетии, медиков и специалистов тылового обеспечения для определения места, где будет развернут госпиталь. Затем предстоит сформировать врачебно-сестринскую бригаду, решить организационные и технические задачи. Открыть лечебное учреждение планируется через месяц, сообщает пресс-служба главы правительства республики. В школах Северной Осетии волонтеры Победы и партия «Единая Россия» провели Всероссийскую историческую игру 1418. Она посвящена событиям Великой Отечественной войны. Мероприятие представляет собой интеллектуальную командную онлайн-игру, в которой участники, используя метод мозгового штурма, отвечают на вопросы ведущего. Задания основаны на исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах. Участникам предложили вопросы, связанные с блокадой Ленинграда, битвами за Кавказ, Сталинград и Курс. Интеллектуальная игра предполагает изучение истории в досуговой форме. Все участники получат сертификаты, а победителям вручат дипломы и ценные призы. Зарема Джекаева для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Ингушетия Глава Ингушетия Махмуд Али Калиматов встретился с командующим Северокавказским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковником Сергеевым Захаровым. Стороны обсудили форму поддержки, оказываемой регионам военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, предстоящие задачи, касающиеся дальнейшего обеспечения безопасности населения и взаимодействия органов государственной власти Ингушетии, местного самоуправления, управления Северокавказского округа войск Национальной гвардии и регионального управления Росгвардии при решении задач по защите граждан. Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Республики Ингушетия состоялось в Магасе. Вице-премьер Ингушетии Светбокова обсудила с представителями ответственных структур состояния детской преступности, дополнительные меры координации деятельности органов по делам молодежи в сфере профилактики, безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, правовое просвещение и информирование в деятельности профильных органов и учреждений. Участники также выработали дополнительные меры, направленные на защиту детей и подростков от противоправных действий, в том числе в сфере семейного неблагополучия, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и другие. Росгвардия Светбокова отметила, что следует выработать новый системный подход и предпринять исчерпывающие меры, направленные на защиту детской жизни, сохранение физического и психологического здоровья, а также прав несовершеннолетних жителей Ингушетии. По ее мнению, нужно усилить профилактику и общественную работу с молодежью. Все доходчиво для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Чеченская Республика. Студентка четвертого курса профиля финансы и кредит Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова Эльза Макшарипова заняла третье место в международном конкурсе научных работ молодых ученых финансов в современном мире. Конкурс проводился финансовым университетом при правительстве Российской Федерации в течение четырех месяцев. Он затронул различные области финансовой системы, банковского дела, страхования и цифровых финансов. Оценка работ проводилась по следующим критериям. Правильность и качество оформления научной работы, актуальность темы, раскрытие темы и глубина исследования по выбранной теме. По словам самой Эльзы Макшариповой, участие в научной деятельности ВОЗа стало ее подготовкой к конкурсу. Необходимо отметить, что в конкурсе принимали участие более 150 студентов разных ВОЗов страны. Сборная Чеченской Республики по шахматам завоевала путевку в высшую лигу командного чемпионата России. С 31 марта по 4 апреля в Махачкале состоялся лично командный чемпионат СКФО по шахматам. В нем принимали участие 13 команд из округа. Они оспаривали три путевки в высшую лигу командного чемпионата России, который состоится в начале мая этого года. Таким образом, сборная Чеченской Республики завоевала второе место и получила право выступить в высшей лиге. В личном зачете чеченские спортсмены также достигли больших успехов. На первых двух досках Белухаш Саидов и Ахмат Бемиев заняли первые места, Джабраил Дибзив занял второе место на четвертой доске. Имма Ларсенова для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Дагестан Экологические проекты Дагестана получили поддержку Минприроды России. Их обсуждали на рабочей встрече министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова и главы Дагестана Сергея Меликова. Одно из важнейших направлений строительства объекта в обращении с твердыми коммунальными отходами в регионе. Четыре из этих объектов уже получат федеральную поддержку. Стороны также обсудили работу по оздоровлению реки Терек и развитию зону Очикольских озер. Дагестанский журналист, спецкор НТВ Амар Магомедов стал лауреатом премии «Золотой перо» в номинации за смелость при выполнении журналистского долга. Амар Магомедов в числе первых российских журналистов, который отправился работать в зону специальной военной операции. Исторический парк Махачкалы приступил к созданию всероссийской мультимедийной экспозиции, приуроченной к столетию Расула Гамзатова. Этапы реализации и концепции будущей выставки обсуждены. На встрече главного редактора проекта «Россия. Моя история» Александра Мясникова с руководителем мультимедийного комплекса Тимуром Велихановым. Отмечено, что экспозиция будет раскрывать не только биографию и творческий путь, но и знакомить с образом великого мастера слова. В этом году в республике новый интеллектуальный рекорд. 29 дагестанских школьников стали победителями Международного форума «Шаг в будущее». Продемонстрировать свои достижения и разработки в Москве собрались школьники-изобретатели из 10 стран мира. По итогу Дагестан – регион-лидер по количеству победителей. Бедернисья Гусейнова для радиожурнала «Зури Кавказа». Перинатальный центр Кабардино-Балкарии стал первым медучреждением в Северокавказском и Южном федеральных округах, получившим лицензию Росздравнадзора. За храбрость, проявленную при выполнении поставленных командованием задач, житель сельского поселения Верхней Очалуки Республики Ингушетия Казбек Чемхильгов удостоен медали «За отвагу». В Черкесске 14 апреля пройдет Всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей». Чеченский государственный университет имени Кадырова посетил директор культурного и делового центра «Пуштун» города Воронежа Давид Мухаммад. Каспийский колледж машиностроения уверенно становится профессиональной кузницей кадров. Осетия может и должна стать центром моды в России. Во Владикавказе прошел первый дизайнерский показ «Алания Фэшн Дэй». В Ставропольском молодежном историческом клубе «Крепость» обсуждают актуальные темы современности и исторического прошлого. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Перинатальный центр Кабардино-Балкарии стал первым медучреждением в Северокавказском и Южном федеральном округах, получившем лицензию Росздравнадзора. Подробности в сюжете корреспондента ГТРК Кабардино-Балкария Санят Азроковой. Это национальный документ, подтверждающий соответствие требования системы сертификации организации по качеству и безопасности медуслуг в стационаре. Каждый день в медучреждении республики появляются на свет несколько десятков малышей. Каждый год сотни женщин получают высококвалифицированную помощь. Напомним, перинатальный центр Кабардино-Балкарии открыли в 2017 году. По инициативе регионального Минздрава с 2021 года внедряют систему управления качеством и безопасностью медицинской деятельности. Теперь усилия получили профессиональную оценку на уровне страны. Появилась умная регистратура, где посетитель сам выбирает врача и время приема. Также система QR-кодов, с помощью которой можно оставить отзыв. Сотрудники медучреждения подчеркивают, что пациенты стали намного самостоятельнее и могут решать свои вопросы даже на расстоянии. А у врачей появилась возможность глубже анализировать полученную информацию и тем самым улучшать работу. О нововведениях, которые появились в медучреждении, рассказала заведующая родильным отделением перинатального центра КБР Ирина Шарданова. Сейчас у нас есть так называемый портограмма, где мы каждые 15 минут можем отражать параметры и женщины, и ребенка, соответствует ли это нашим клиническим рекомендациям. И в случае каких-либо отклонений мы своевременно меняем план введения родов. Виниловый браслет с персональными данными еще одно нововведение в перинатальном центре. Женщинам надевают его на руку сразу после поступления. Это позволяет медработникам в экстренной ситуации быстро сориентироваться. Удобство использования такого браслета отмечают и довольные пациенты. У молодой мамы Марзиат Легидовой на браслете отмечена и аллергия на антибиотики. Полная фамилия, имя, отчество, дата рождения написано, номер карты, дата поступления. Также есть маркировка красным цветом отмечена. Это показатель того, что у меня аллергия на антибиотик и меня предупреждают, что браслет нельзя снимать до окончания лечения. Идентификация пациента – одно из полутора десятков направлений деятельности, которые в перинатальном центре модернизировали. В списке также работа реанимации новорожденных, поликлинического и приемного отделений. Помимо этого в медучреждении налажена работа по взаимодействию с пациентами, не владеющими русским языком. Сертификат «Качество и безопасность» медицинской деятельности вручили главному врачу центра Алене Гаевой. Церемония проходила в Москве в Национальном институте качества роздравнадзора. Радио-журнал «Зори Кавказа» Приемственность поколений в защите Родины. Как доблестные предки на полях Первой мировой и Великой Отечественной войн, современники также демонстрируют мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции. Очередной повод для гордости – Казбек Чемхильгов. За храбрость, проявленную при выполнении поставленных командованием задач, житель сельского поселения Верхней Очелуки удостоен медали «За отвагу». Корреспондент ГТРК «Ингушетия» Ибрахим Цуроев подробнее. Я ценностью за свой дом, за Род, за республику, за страну. Только этим связано. Казбек Чемхильгов отвечает на вопрос, чем продиктовано решение встать под ружье на пороге 60 лет за пару месяцев до мобилизации на добровольной основе, не дожидаясь повесток и решений семейных советов. Только с Евшим советовался. Больше никто не знал о том, что я уезжаю. Ну и двоюродный брат сдал один. Больше никто. Профессиональный строитель, экс-министр строительства Ингушетии встал под ружье, если уж предельно точно встал у станка АГС. Оператор гранатомета Казбек Чемхильгов, как отцы и деды 80-летий назад, прорываясь на запад, решая задачи по деноцификации и демилитаризации, также отработал на медаль «За отвагу». Медаль «За отвагу» была учреждена еще в Советском Союзе в предвоенное время. Ей награждено более полутора миллионов военнослужащих во время Великой Отечественной войны. Это одна из медалей, которая осталась со времен Советского Союза и вошла в пантеон славы российских наград. Следуя примеру отцов и дедов, отец и дед Казбек Чемхильгов, у которого четверо детей, пятеро внуков, производил перемены на Западном фронте во славу Молгобегского района Ингушетии Кавказа. «Если мы забыли сегодня о преемственности поколения, и нам приходится через кровь это доносить, чтобы молодые дети, они с детства уже понимали, что они несут ответственность не только за себя и не только за свою семью, но и за страну, в которой они живут». Говоря о нас, как о правоприемниках и наследниках тех еще побед, фронтовик отмечает, в чем мы значительно превосходим западных партнеров на полях сражений СВО. «Мне как-то говорили, что НАТО за них воюет. Я тогда сказал, что все вооружение, что НАТО вместе взятое, не стоит духа нашего солдата». Казбек Чемхильгов оставался на фронте, несмотря на ранения, домой вернулся, выполнив все условия контракта. Тысячи представителей Ингушетии продолжают решать задачи специальной военной операции. «Ингушский народ всегда был очень воинственным, храбрым, и поэтому сейчас наши земляки проявляются очень достойно. Награждения идут у нас постоянно, очень много получают государственные награды, есть герои Российской Федерации». «Награждение героя прошло в районном центре, в городе воинской славы. Своей службой в зоне СВО Казбек Чемхильгов усилил этот статус многобека». Радиожурнал «Зори Кавказа». В Черкесске 14 апреля пройдет Всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей», где будут представлены более 600 вакансий от предприятий и организаций республики. Что необходимо сделать работодателю и соискателю для участия в масштабной ярмарке вакансий, узнавала корреспондент ГТРК Карачаева Черкесия Мадина Жужуева. Службой занятости населения и Карачаево-Черкесским региональным отделением партии «Единая Россия» планируется проведение первого этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства работы России «Время возможностей». Многие крупные предприятия региона имеют вакантные рабочие места, именно поэтому инициаторы проекта рассчитывают на то, чтобы работодатели смогут подобрать необходимый персонал, а безработные трудоустроятся. Заместитель председателя правительства Карачаева Черкесской Республики Ирина Гербекова отметил, что проводится большая работа для того, чтобы ярмарка вакансий в регионе прошла на должном уровне. Мы провели вступительное совещание с министрами туризма, молодежной политики, сельского хозяйства, образования, здравоохранения. И все эти направления готовят место помощности, естественно, участвуют в этом совещании. Мы готовим по всем этим направлениям короткие видеоматериалы, которые будут распространяться у нас активно в республике для того, чтобы все понимали, что есть возможность пройти обучение, получить новые специальности. Дело в том, что рынок сейчас недостаточно, как бы, кажется, населению насыщенным. На самом деле направление, которое будет развиваться, вы знаете, что это год объявлен годом промышленности, это, соответственно, новые рабочие места, около 300 мест. У нас по-прежнему есть проблемы в сфере здравоохранения, где также нужны и средние медработники, и врачи. Ирина Гербекова рассказала, что к участию приглашается промышленное предприятие, в особенности испытывающее кадровую потребность. Она также отметила, что в Карачаево-Черкесии не хватает кадров в медицинских учреждениях. В ходе ярмарки вакансий будут работать столы, на которых будут представлены промышленные предприятия, плюс учебные заведения будут делать свои стенды и представлять свою информацию. Будет проходить такое креативное общение, типа мозговых штурмов, и мы будем обсуждать возможности развития промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей народного хозяйства республики. И хотелось бы обратить внимание, что ярмарка направлена не только на детей, которые заканчивают сейчас образовательные учреждения, которые дальше выбирают свой жизненный путь, но и на взрослых людей, тех, которые хотят поменять профессию, у которых, может быть, возникает такая необходимость найти новую работу. И мы хотим об этом еще раз сказать. Сейчас будут востребованы специальности, такие как реабилитологи, психотерапевты, психологи. Это то направление, которое сейчас активно будет развиваться. Поэтому вот с учетом вот тех возможностей, которые на самом деле сегодня появились, и той реальной возможности по переобучению и по предоставлению новых рабочих мест, мы хотим обратить внимание наших жителей на то, что вот у нас сегодня ситуация изменилась, и сегодня у нас есть возможности развития в новых направлениях. Для участия в ярмарке работодателю необходимо заранее подать заявку на единой цифровой платформе «Работа России». Принять участие в ярмарке трудоустройства могут как безработные граждане, не имеющие опыта работы по профессии, так и высококвалифицированные специалисты и рабочие, а также те люди, которые стремятся сменить сферу профессиональной деятельности или рассматривать вариант трудоустройства в другом регионе. Заместитель директора Центра занятости Черкеска Вера Плаксина добавила, что о своих вакансиях на портале заявили работодатели из других регионов. 14 апреля свои вакансии для безработных граждан республики представят не только предприятия и организации нашей республики, но и из других субъектов нашей страны. Таким образом, те, кто желает найти работу за пределами Карачаева-Черкесии, на этой ярмарке сможет подобрать себе нужную работу. Также Вера Плаксина рекомендовала соискателям уже сейчас подготовиться к ярмарке, и для того, чтобы принять участие в ней безработным гражданам необходимо иметь готовое резюме, добавила она. Для участия в ярмарке мы приглашаем всех граждан, которые ищут работу, всех старшеклассников, их родителей, выпускников образовательных организаций среднего и высшего профессиональных уровней. Желательно, чтобы при посещении мероприятия соискатели имели при себе готовое резюме, которое будет содержать профессиональные навыки гражданина и его опыт работы. Резюме – это первое заочное знакомство работодателя с потенциальным работником, поэтому хотелось бы именно обратить внимание у граждан, которые имеют возможность составить самостоятельное резюме, взять его с собой на мероприятие. Если такой возможности нет, наши консультанты, которые будут присутствовать на мероприятии, могут оказать помощь в составлении конкурентоспособного резюме, которое гражданин, в дальнейшем может использовать при поиске работы. Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства работы России «Время возможностей» пройдет в Черкесске 14 апреля по улице Гутякулова, дом 26. Чеченский государственный университет имени Кадырова посетил директор культурного и делового центра «Пуштун» города Воронежа «Навид Мухаммад». С подробностями корреспондент ГТРК «Война» Хасламбек Атуев. Поводом для встречи стало обсуждение вопросов совместной работы и подписания договора о сотрудничестве по дополнительному набору иностранных студентов для обучения в университете. Начальник международного отдела вуза Таиса Цибиева отметила, что динамичное увеличение числа иностранных студентов является показателем качества образования в вузе. Приезжают к нам в университет ребята из различных уголков мира. В основном выбирают специальности медицинской направленности, такие как лечебное дело, стоматология, педиатрия. Также выбирают и естественные, и точные науки, гуманитарные дисциплины. В основном ориентируются на востребованность данных специальностей в своих странах для дальнейшего трудоустройства. Привлекать студентов на обучение в Чеченскую Республику нам помогают наши партнеры по рекрутингу, которые представляют университет во всем уголках мира и доносят информацию о научном и образовательном потенциале. Высшего образования в регионе отметила Цибиева. В течение своей учебы ребята отлично адаптируются к жизни в республике, вливаются в общественную и социальную жизнь, как внутри университета, так и за его пределами. Многие трудоустраиваются в течение своей учебы. В основном работают в местах общественного питания, многие работают в языковых школах, преподают английский язык, участвуют в рекламных кампаниях, в СММ. В целом их жизнь достаточно насыщенная, так как и на учебе надо успевать со всеми требованиями и также наслаждаться и студенческой жизнью. Языковой барьер им помогает преодолевать наша программа дополнительного образования, подготовительное отделение, которое они могут окончить перед поступлением и дальше учиться на русском языке. Некоторые студенты выбирают обучаться сразу на английском языке по медицине. Нам очень приятно, что так много компаний, заинтересованных в сотрудничестве с университетами, готовы поддерживать нас. Продвижение российского образования за рубежом поделилась с нами начальник международного отдела. На данный момент в ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова обучаются студенты из стран постсоветского пространства Северной Африки и Ближнего Востока. Радиожурнал «Зори Кавказа». Каспийский колледж машиностроения уверенно становится профессиональной кузницей кадров. В учебных цехах с современным оборудованием теорию подкрепляют практикой, а уровень обучения позволяет выпускникам впоследствии работать на передовых предприятиях не только в Дагестане, но и в других регионах страны. О перспективах узнала корреспондент ГТРК «Дагестан» Виктория Кубаева. Уровень обучения высокий, а если что-то не получается, педагоги всегда придут на помощь, уверенно заявляют студенты Каспийского колледжа машиностроения. В классах ребята изучают теорию, а подкрепляют знания на практической площадке. Учебные цеха, оборудованные по последнему слову техники с так называемым числовым программным управлением, позволяют каждому студенту отточить мастерство и продемонстрировать навыки. Сначала пишите чертеж, пишите программу по этому чертежу, после чего загружаете программу в станок и станок за тебя делает всю работу. Но на словах это как-то просто, на самом деле это очень долгий и трудоемкий процесс. Эту специальность я выбрал, потому что она является самой перспективной, я бы сказал, и самой востребованной именно в России и не только. В учебном центре студентов на практике обучают профессиям операторов и токарей станков с ЧПУ и не только. Здесь будущие технологи машиностроения пишут программы для умных станков. Детали, предназначенные для производства различного оборудования, не только в чертежах. Дипломная работа выпускника технического колледжа буквально выточена из металла на самых, что не есть в современных станках. Вместо дипломных работ они изготовили деталь на станках ЧПУ. То есть нам с Москвы руководство отправляют чертежи, вот такой чертеж. И они должны изготовить деталь точно по этому чертежу. Из колледжа молодые люди выходят специалистами второго и третьего разряда, что важно особенно для предприятий, прошедших модернизацию. Их можно забрать в любую специальность, как в частные фирмы, это мебельные и, например, та же самая идея, которая выпускает рекламную продукцию. Это основные слагманы нашего города. Дагдизель, АМЗ, потом Кемс, Кизлярский завод, Точмех, Гаджиево завод. Казань, Санкт-Петербург, Ростов. Наши выпускники стремятся и востребованы на передовых предприятиях этих городов и в других регионах страны не случайно. Мусаев Загид – студент второго курса. В работе – будущий токарь числового программного управления. Выяси, потом нажимаем на эту кнопочку «Исход G28», которая возвращает всю революционную головку обратно. А после нажимаем на «Ф1» и убираем уже лапку. И на этом уже заканчиваются все перевязки, можно снимать. В 2021 году по нацпроекту образования колледж закупил класс адаптивных технологий. Оператор 3D-печати – такой специальности в республике еще нет. С нового учебного года ребят будут обучать на 3D-принтере и сканере, создавать чертежи по готовому эскизу. Сделанную свою деталь, сделанную свою программу по тому чертежу, который они отсканируют, у них будет возможность, прежде чем запустить на станке, проработать на 3D-принтере. Учитывая, что в наших производствах не так много специалистов, это буквально один-два. Я думаю, это будет хорошим подспорьем для производства. Работу конструктора студенты осваивают с помощью передовых программ. Здесь ребята дают волю фантазии, изобретают то, что вызывает интерес. Джабраил Курачев, к примеру, моделирует арбалет. Надеюсь, полученные знания и навыки помогут мне. Для работы и прохождения практики выпускники колледжа все чаще выбирают местные заводы. Один из них – Каспийский авиамеханический завод. Это филиал передового концерна КЭМС. Камиль Тажудинов тоже выпускник Каспийского колледжа машиностроения и сервиса. К тому же, будучи студентом старшего курса, он стал победителем конкурса рабочих профессий WorldSkills. Камиль уже почти полгода работает программистом на Каспийском авиамеханическом заводе. Молодым специалистом начальства довольна. От последних трендов до развития легкой промышленности. Во Владикавказе прошел первый дизайнерский показ модной одежды «Алания Фэйшн Дэй». Подиумом для торжественного вечера стали залы Национального музея, где представители власти и делового сообщества говорили о поддержке предприятий текстильной индустрии в республике. На вечере побывала корреспондент ГТРК «Алания» Залина Хитагурова. Один вечер, девять дизайнеров и сотни моделей на пике актуальных тенденций. Деловые дискуссии о том, что дизайнеры будут шить и как будут жить в условиях кризиса отрасли. Для гостей вечера это красивое шоу, но для участников возможность заявить о себе, найти новых клиентов и заказчиков. Сегодняшним вечером мы заложили первый кирпичик в неделю осетинской моды. В будущем я считаю, абсолютно убеждена, как председатель комитета легкой промышленности, что Осетия может и должна стать центром моды в России. Черные ободки, блеск золота и роскоши, глубокие вырезы и сдержанные драпировки. Девушка, облаченная в одеяние цвета розового сапфира, гарантированно будет в центре внимания. Дизайнеры играют с объемом и формой. Буйство смелых оттенков укращает базовый черный. Талии еще тоньше в подпоясанных платьях и облегающих силуэтах. Женственность возвращается на подиумы. На сегодняшний день, к сожалению, наш мир стал забывать, как выглядит на самом деле современная девушка, женщина. Она не кутается в какие-то оверсайзные одежды, хотя бы делает это не так часто. И вот она, Огаренко 21 века, вновь в белом, но уже подчеркнуто смелом. И эту революцию дизайнеры затевают сознательно. Верят, что перемены в обществе начинаются с женской самооценки. Но это на подиуме, а за кулисами все больше разговоров о дефиците качественных тканей и фурнитуры, санкциях, разумном потреблении и поиске альтернативных рынков. Так как мы используем лучшие ткани Италии, нам все равно у нас возникают трудности с этим. Доставляем там и фурнитуру, и ткани через байеров, через знакомых. То есть мы все-таки пытаемся сохранить качество, и вот это для нас приоритет. Более оптимистичны в своем настрое производители детской одежды. Несмотря на проблемы в индустрии с сырьем, очень много у нас мест, и кто хочет, я считаю, тот всегда найдет, где можно найти качественные нитки и российского производства. Жемчужина показа – брутальная коллекция в эстетике национальной идентичности в элементах этносимволики «История предков». Мужскую одежду этот бренд экспортировал во Францию, Арабские Эмираты и Южную Америку. О тех временах все игроки рынка вспоминают с ностальгией. Сегодня сплошные ограничения. В числе актуальных вопросов – кадровый голод, налаживание торговых связей с Ираном и поиски рынков сбыта. А если поставить производство на поток, будет весьма демократично по ценам. Плюс появятся новые рабочие места, уверен производитель. Конечно же, не все молодые производители Осетии представлены здесь. Конечно, трудности, с которыми они сталкиваются, они не дали им возможности здесь выступить. При грамотном подходе мы завтра можем быть даже экспортерами. Дискуссии о господдержке текстильных производств велись давно. Импульс к решению насущных проблем дал кадровый кризис в отрасли. Мы с торгово-промышленной палатой, с комитетом легкой промышленности наметили уже планы по развитию и каких-то бизнес-инкубаторов, именно швейных, промышленных. Мы хотим внедрять свой опыт в образовательные процессы. То есть, как нам кажется, нужно немножечко менять систему, потому что мы уже шагнули вперед. Локальные бренды скорее проштучные вещи, но многие осетинские дизайнеры готовы расширять свои производства и заполнять ниши масс-маркета. Нашим есть что предложить. Модные лекала, хорошее качество изделий, свое производство. Мы должны хотя бы два раза в год давать возможность представляться местным дизайнерам. Для региона это важная экономическая ниша. И если у нас есть возможность благоприятно воздействовать на социально-экономическую атмосферу в регионе, то мы не можем упустить этой возможности. Урбанистичные образы сменяет принцесса, обернутая в метры шифона и шелка. Неординарность и эпатаж. Финальный выход создателей коллекции словно фейерверк. Последний аккорд модного марафона. А уже с этой недели при торгово-промышленной палате Северной Осетии начинается разработка целой программы поддержки производств легкой промышленности. Радиожурнал «Зори Кавказа». Биографии великих людей, ключевые события истории России и края, вопросы философии и религии. Эти и другие темы поднимаются в Ставропольском молодежном историческом клубе «Крепость». На одной из лекций побывал корреспондент ГТРК Ставрополья Иван Аксенов. Тема лекции весьма необычная. Цивилизация шумеров. История их возникновения, быт, традиции. И, конечно же, знаменитый эпос о Гильгамеше. Иван Аксенов Именно так, по мнению историков, мог вызвучать эпос о древнем шумерском герое Гильгамеше. По легендам, он был одним из величайших правителей шумерского царства, который смог объединить все земли между Тигром и Ефратом. Гильгамеш отправился в подземный мир, чтобы поговорить с духом своего слуги Энкиду. Много места в легендах уделено и противостоянию Гильгамеша с Аки, царем города Киш. Исполняли подобные легенды и сказания во время праздников и ритуалов музыканты, которые назывались галла. А еще, по исследованиям историков, шумеры изобрели первую в мире письменность, платили налоги до изобретения денег, а жрицы были врачами и стоматологами. Эти и другие интересные факты участники встречи продолжили обсуждать и после лекции. Мне очень интересна историческая тематика. Мне эта лекция очень понравилась. Нравится древний мир, нравится подача лектора. Ну и, конечно, другие бы хотелось послушать, в том числе, ну не знаю, про Россию бы хотелось, тоже побольше лекции. Очень нравится лекция историческая. Молодежный исторический клуб «Крепость» проводит встречи уже два с половиной года. За это время участники обсудили десятки интересных тем. Жизнь известного русского генерала Ермолова, корейскую войну и ее последствия, историю сект России и многие другие. Такое разнообразие и нестандартный подход к подаче информации притягивает все больше молодых людей. Молодежь для молодежи. Именно так описывает концепцию клуба один из его руководителей Артем Колтунов. Это, прежде всего, группа инициативных молодых людей, потому что, когда мы только начали образовывать клуб, мы хотели просто присоединиться к историческому клубу, но заметили, что для молодежи нет ни одного исторического клуба, действующего в городе Ставрополь, и поэтому решили организовать его сами. Лекции – не единственное, чем занимается клуб «Крепость». В арсенале мероприятий – субботники, круглые столы, встречи с интересными земляками. Прежде всего, сейчас планируется на весну, да, это поддержание исторической памяти, прежде всего, это субботники на Успенском кладбище. Также планируются различные форумы исторические на различные темы, которые не освещаются в рамках каких-то определенных приличий, и поэтому наш клуб именно планирует заняться этими аспектами. Планов у клуба много, но все же главными остаются сохранение исторической памяти и популяризация истории, прежде всего, своей страны, среди молодежи Ставрополья. Радиожурнал «Зори Кавказа» Радиожурнал «Зори Кавказа» Радиожурнал «Зори Кавказа» Радиожурнал «Зори Кавказа» подошел к концу с пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения. Радиожурнал «Зори Кавказа» Радиожурнал «Зори Кавказа» Радиожурнал «Зори Кавказа» Мы собираем всех вместе!